Пейзажный стиль 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 30 карасей, но не больше. Если вы хотите и ту, и другую рыбу, почему? Потому что караси, к примеру, это донная рыба. Она подбирает всякие органические остатки, которые там на дне у вас находятся, включая личинок комаров. Чем вот еще полезно держать рыбу в подобных водоемах? У вас не будет на участке комаров. Кто бы что по этому поводу не говорил. Потому что многие отказываются от создания водоема в саду, именно мотивируя тем, что замучают комары. Ничего подобного. Комары у нас образуются где угодно. В каких-нибудь ложбинках, в каких-нибудь забытых бочках, ведрах и так далее. Но если водоем оформлен по природному типу, и вы запустили туда рыбу, комаров у вас не будет. Так вот, возвращаясь к нашим рыбам. Кормить рыбу, если вы ее кормите в течение теплого времени, нужно в день 2-3 раза в теплое время. И вот сейчас, в конце сентября, нужно прекращать давать ей корм. Почему? Потому что рыба начинает готовиться к зимовке. Мы эту рыбу никуда не перетаскиваем. Это не аквариумная рыба. Она будет зимовать в этом же пруду. Поэтому для того, чтобы она естественным образом подготовилась к сезону анабиоза, рыба впадает в анабиоз и опускается на дно, там закапывается в муть, в ил и зимует до весны, до теплой погоды. Нужно прекращать давать корм, но, естественно, плавно, постепенно. То есть с 3 раз вы переходите на 2 раза в день, потом на 1, и постепенно вообще прекращаете давать корм. Где-то в середине октября корм нужно прекращать давать до теплого времени. И, коль скоро мы заговорили о рыбе, я хочу вам предложить вашему вниманию такое интересное приспособление. Оно, в общем-то, вполне естественное для тех, кто увлекался аквариумными рыбками. Это водяной аэратор. В данном случае этот аэратор необходимой мощности для размеров вот такого садового водоема. Они бывают разной мощности. И чем они хороши? Они насыщают воду кислородом. В данном случае это модель китайского производства, но не надо бояться. Китайцы делают очень неплохие материалы, в том числе и насосы для фонтанов, и вот подобные аэраторы для пруда, и приличного качества. Единственное, что очень важно, как в отношении насосов, так и в отношении вот подобных материалов, правильно знать объем воды. То есть, когда вы приходите к дилеру, вы должны сообщить ему, во-первых, назначение вашего водоема, для чего там есть рыба, нет рыбы, просто это декоративный водоем для содержания там водных растений или для отражений там солнечных и так далее. Вот. Объем воды для того, чтобы правильно подобрать мощность приспособления аэратора или насоса. Почему? Потому что если они будут недостаточно мощные, они фактически будут бесполезны. Если они будут слишком мощные, то, например, аэратор будет просто вашу воду мутить, потому что вот из этого вот этот агрегат стоит на поверхности, причем он может стоять и зимой, и летом, да, он абсолютно погодоустойчив, электрический. И внутри от него идут такие проводки, лежат камушки, так называемые, из которых источается кислород. Так вот, если мощность этого агрегата будет слишком большая, то у вас просто будет постоянно подниматься донная муть. И наоборот, если он будет недостаточной мощности, значит, это будет неэффективное устройство. Как правило, аэраторы покупаются только в тех случаях, если у вас присутствуют рыбы. То есть в основном это, конечно, делается для поддержания здоровья рыбы. Если водоем просто вот такого назначения декоративного, и рыбы в нем нет, то можно обойтись и без таких сложных приспособлений. Значит, в магазинах сейчас специального назначения для водоемов могут предложить вам всевозможные пылесосы, скиннеры. Очень много разных приспособлений для ухода за водоемом. По большей части эти вещи не нужны. Помимо всего того, что они еще и дорогие. Но каждый выбирает для себя. Я обхожусь вполне с очками, вот этими грабельками, которые я вам показывала. То есть, ну, если водоем достаточно умеренного размера, там до 30 кубов, то вполне достаточно вот таких вот подручных средств ухода. Если водоемы очень большие, 200 метров площадь поверхности зеркала и больше, как правило, там идет большая глубина, и там также создается биологическое равновесие, которое просто нужно своими действиями умело поддерживать. И вот, чтобы закончить нам вот этот вот экскурс, да, бросок в эту тему, такой экспресс-бросок, я хочу просто вам еще сказать, что безусловно, вы видите, растения разрастаются. Даже за один год вот здесь по результатам этого жаркого лета трава, вот, к примеру, манник большой, глицерия максимума, варегата, вы видите, да, вот эти линейные листочки с бело-зелеными листочками, очень разросся. И его нужно будет по весне просто убрать. Как это делается? У него поверхностные ползучие корневища, и мы можем элементарно, потянув за один побег, просто убрать вот этот побег, срезать его, но, когда вы будете пользоваться ножницами или секатором, старайтесь не повредить пленку, которая находится под вот насыпкой этих камней. Значит, просто потянуть, но потянуть так, чтобы вы не разворотили, конечно, всю эту красоту, которая находится у вас на поверхности, декорирует, да, то есть элементарно, просто это поднимается, я вам уже сказала, это поверхностные корневища, которые стелятся поверх гидроизоляции под вашими насыпанными камушками, гравием или галькой. Соответственно, вы взяли, отделили и убрали, отрезали этот ненужный вам кусок и его просто убрали. Отделенная часть просто удаляется, вы можете это выбросить на компостную кучу, а можно использовать по назначению, то есть вы можете поделиться с соседями или отнести на берег любого вашего водоема, например, в каждом поселке есть пожарные водоемы, да, какие оформляются, и можно использовать любые растения, которые находятся в вашем пруду для украшения наших общественных мест. Обратите внимание, видите, сколько подземных вот этих побегов, поверхностных побегов, которые дадут новые вот эти вот розетки листьев. Манник, конечно, агрессивное растение, но его вполне можно держать в узде. Более агрессивные растения, которые мы высаживаем в прибрежную зону нашего водоема, можно изначально сажать в контейнеры. Широкие и невысокие, 15-20 см контейнеры, которые устанавливаются на верхнюю террасу и декорируются либо вот такими ковровыми растениями, как вербейник монетчатый, луговой чай, в данном случае сорт аурея, либо просто засыпаются какими-то мелкими камушками.